Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам об одном своем, ну можно сказать, таком секретном способе борьбы с вредителями в тепличных условиях. Это может быть огуречная теплица, это может быть томатная теплица, баклажанная, перцевая и так далее. А особенно эффективен этот способ для борьбы с оранжерейной, тепличной и другими видами белокрылки. Вообще я не хотел о нем рассказывать, не хотел рассказывать, но у меня так много задавали вопросы, просто увидели вот эти вот штучки, которые у меня здесь вот развешаны по теплице, и я все-таки решил этим способом поделиться. Вы поймете, почему я не хотел им делиться сперва. Среди множества способов борьбы с вредителями заслуживают, безусловно, внимание натуральные, естественные способы борьбы. Однако же такие естественные способы борьбы зачастую требуют от нас изъятия из мест естественного произрастания различных растений. Если этот процесс изъятия ведется разумно, в разумных объемах и пределах, то в этом случае нет ничего страшного. Но ретранслировать на широкую публику способы, которые требуют изъятия естественных природных ресурсов, мне, как экологу в том числе, является немножечко так, ну как-то тревожно. При всем том, под давлением общественности и просьб наших подписчиков, тех, кто в том числе являются спонсорами нашего канала, я все-таки говорю вам об этом способе. Вот в тепли, он особенно эффективен, этот способ, в закрытых помещениях, то есть в теплицах. Но, между прочим, также эффективен и в открытом грунте, например, если развешивать в кронах растений или кустарников. Но все-таки я вас попрошу, не используйте этот способ массово, пожалуйста, только в крайних случаях. Или для профилактики умеренно, не надо весь участок завешивать этими вот пучочками. У меня здесь ничто иное, как богульник болотный. Богульник болотный известен своими инсектицидными дезинфицирующими свойствами. Он содержит массу различных веществ, эфирных масел и так далее, которые являются репеллентными, отпугивающими для различных вредителей. Кроме того, он обладает прямыми инсектицидными свойствами, то есть выделяет вещества, которые не только отпугивают, но и убивают различных вредителей. Вот моя теплица содержит 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких пролетиков, дуг, на которых лежит поликарбонат. Я в каждом пролете вешаю вот такой вот небольшой пучочек, который содержит 5-6 вот таких вот небольших веточек, буквально 20 см высотой, не больше, богульника болотного. Соответственно, я вывешиваю в пролетах с одной стороны и с другой стороны, а также один пучочек посередине. Больше не надо. Когда вы закроете теплицу и поддержите ее хотя бы час на сильном солнце, температура еще не догонится до того состояния, чтобы отстерилизовать пыльцу или как-то навредить растениям. Но вся теплица наполнится ароматом вот этими инсектицидными веществами, которые оказывают неблагоприятное воздействие на развитие белокрилки. Во-первых, она сюда просто не полетит, если она к вам залетает откуда-то извне. И во-вторых, если она здесь есть, то она будет максимально избегать этой теплицы и даже погибать здесь. Будет ненормально развиваться и ее численность резко снизится. Нельзя сказать, что это единственный способ, который надо применять от белокрылки. С белокрылкой надо бороться комплексно. Но это очень существенная профилактика и тлей, и белокрылки, и паутинного клеща, а также вспомогательный способ в том случае, если белокрылка у вас не завелась. Тьфу, никакой белокрылки у меня здесь нет. Но я все-таки побаиваюсь, потому что в прошлом году она настолько была теплое лето, что она летала даже по кабачкам, огурцам. Я ее обнаруживал на голензоге и так далее. Я, конечно, старался от нее избавиться различными способами. Удержал ее в узде, так сказать, в рамках. Ну, а в этом году вот использую вот этот вот метод. Что ж, я надеюсь на ваше благоразумие, что вы не будете выкашивать просто этот багульник из мест его естественного произрастания. Будете пользоваться этим способом очень умеренно. Ну, и вот развесили, на час теплицу закрыли под солнцем, потом открыли форточки, проветрили, и вот пусть они так висят. Через три дня еще раз, даже если этот багульник высох, он все равно работает. Я однократно вывешиваю вот эти пучочки-венечки здесь и держу их до самого окончания сезона выращивания томатов. Поэтому не надо нарывать их там постоянно, не надо их как-то менять. Один раз нарвали, повесили и пользуйтесь ими весь сезон. Что ж, надеюсь, этот способ поможет вам. Надеюсь, вы будете в то же время бережно относиться к природе. Не будете уничтожать естественные места произрастания этого довольно редкого и очень ценного для лесных экосистем, для болотных экосистем и для человека растения. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok